Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня мой гость Игорь Левин, военный эксперт, офицер армии Израиля. Здравствуйте, Игорь! Да, приветствую! Давайте сегодня поговорим о терактах в России, как Кремль будет воевать со своим же народом, как свое поражение уже готовит оправдывать Путин, или еще не готовит оправдывать свое поражение. Но для начала, по традиции, у нас вопросы от зрителей, это блиц-интервью, отвечаем коротко, да, нет, и почему-то, так считаем, буквально в нескольких предложениях. Готовы? Да, давайте. Итак, вопрос первый. Путин хочет мира или временного перемирия, уточнит хочет зритель у нас? Путин хочет прекратить эту войну, зафиксировав все как статус-кво, или желательно подчинить всю Украину. А у него это получится? У него есть для этого предпосылки? Все зависит от украинцев. Он может уступить захваченными территориями или нет? Уступить нет, но может случиться очереда событий, которые не оставят выбора. Например? Коллапс, страх потери власти. То есть все, что связано с его креслом в Кремле, да, с царским троном? Ну, несомненно. Суд над Азовцами. Это показуха для переговоров и перемирия? Или это реально? Шантаж, давление, желание показать о якобы субъектности их прокси-боевиков, так называемых ДНР, ЛНР. Если будет расстрел, не дай бог, Азовцев, как отреагирует на это Запад? Хороший вопрос. Озабоченность поставки оружия. Ну, понятно, что бомбить их не будут. То есть это может, ну, скажем так, убедить Запад еще больше в том, в чем они уже убеждены? Запад убежден. Просто где-то может какие-нибудь лишние заслонки снять. Что еще может быть поводом для торга Украины и России? Ну, тут никакого торга быть не может. Заявлено, что была программа минимум выход на границе 23 февраля, а программа максимум на границе 91 года. То есть это вот все четкая позиция Украины, никуда мы не будем двигаться. Это официальные лица заявляли, это не я придумываю. Как заявляли, так оно и есть. То есть никогда речь не шла о торге. А со стороны России? Со стороны России невнятно. Мы только знаем, что они действительно хотят подчинить все-таки Украину. Вот или как минимум зафиксировать статус-кво на тех захваченных территориях, которые у них есть. Поддержка войны в Украине у самих россиян падает? Не знаю, я не социолог. Ну, по вашему мнению? По моему мнению, нет. ФСБ вроде как собирается совершать теракты на территории России, чтобы усилить поддержку войны в Украине. Неужели Кремль пойдет на то, чтобы убивать своих людей, чтобы разжечь еще больше ненависти к Украине? Я не знаю. Я вообще не обращаю внимания на такие заявления, потому что я знаю, что Кремль вообще на все готов. Российская элита и военная элита, они живут в мире как бы фантазии. Ну, то есть сейчас там Шойгу заявил, что они осознанно приостановили наступление в Украине. Ну, это бред. Любые маломальски грамотные российские военные, пророссийские, патриот России, он понимает, что это бред. Ну, то есть ему просто, его просто обманывают. Его просто считают за дурака, за лоха, парадон. Вот. И поэтому, когда вот такие вот заявления, ну, очевидно, конечно, они просто могут убивать, сжигать, бросать, вот. Вот. Цинично использовать, прикручивать, могут убить тысячу гражданских, а сказать, что это было тысяча боевиков, каких-нибудь злых, там, не знаю, вот, нацистов, наркоманов и так далее. Вот. То есть я здесь вообще ничем не удивлен никогда и ожидаю чего угодно, любых вот вещей. А вот те теракты, что были раньше в России, это вот без сомнения дело рук ФСБ. На что это может указывать? Вот почему можем сказать, что это сделала их спецслужба? Есть какие-то вот опознавательные знаки этого? Даже если были настоящие теракты, какой-то там процент, которые сделаны были из чувства мести, например, ну и так далее, оно теряется на фоне общей лжи. То есть если у вас, вы к водке добавляете воды, у вас не стоится больше водки. То есть если вы к терактам добавляете кучу ложных и блефов, фейков и так далее, это не значит, что у вас стало больше терактов. Вот. И так далее. Поэтому плюс вам перестают верить. То есть кто, никто не верит ни отчетам Минобороны, ни заявлениям Кремля и так далее. Вам просто не верят. Поэтому это теряет любые значения. Очень хорошо в этот момент разжигалась ненависть к Чечне. Да, там были настоящие теракты. Ненависть разжигалась сейчас в 90-х годах. Про это много написано, сказано. Как и напрямую бомбили города, села. Вот. Такие пропаганда. Кстати, Невзоров, вот известный Чистили сейчас фильм снял, не просто так. Где там просто эти карикатурные байки о чеченцах. Там и все эти белые колготки снайперши. И негры-наемники США воюющие, и Кишки, и Секирбашка и так далее. Ужасный фильм, который ужасную роль сыграл на самом деле. В очернении и демонизации чеченцев и Чечни. Плюс поддержание всех каких-то мифов, что там всякие злые, вот, не знаю, вот эти снайперши из стран Балтии убивают несчастных русских мальчиков. Вот это самое естественное они конструируют и делают с Украиной. Вот к вашему вопросу до этого о Азовцах и как это все будет. Это шоу, понятно. Они делают шоу. Кстати, тут важный момент. Всем понятно, что это шоу и что это глупость. Даже самим русским, там, и гражданам РФ и так далее. Но вот дети, новое поколение и общий информационный шум, он все-таки уходит под корку. То есть, когда вот вы понимаете, что вас обманывают, но когда вы постоянно гудят, шумят, где-то оно все-таки раскладывается. И в конечном итоге даже понимая, что вас обманывали, и вы думаете, а, ну чеченцы, это те, которые режут бошки направо и налево всем. Хлебом не корми, дай голову кому-нибудь отрезать. Вот. В этом опасно. Поэтому даже люди, которые, не знаю, либерально настроенные, говорят, что не поддерживают СВО, так называемое. Но когда им просто так много это выливают, они говорят, ну да, там, хуторяне, украинцы местные, не смогли, горе побежденным, не смогли отвоевать свои земли или что-то такое. Где-то оно все прошивается, вшивается. Я думаю, на это во многом Кремль и ставит. Вот как там это советское было количество в качество. То есть мы просто завалены тысячами контента помои, ну помои, которые помои по факту. Но вот это все огромное количество помоев превратится в какие-то вот вещи, которые все-таки где-то прошьются в глубине там сознаний подданных. Мне кажется, это как-то так. Хорошо. А вот какие могут быть теракты, в которых могут обвинить именно Украину? Да, вот так, чтобы это там подергали из антички ФСБ, чтобы это сделали какие-то там украинцы, не знаю. Это что угодно может быть, это тоже. Это на самом деле, вот тот, кто занимается спецслужбами, это вот такое огромное просто море, вот бескрайнее, где там можно плыть долго, пока мы островочек не найдем, суши в этом море. Банально известно, что украинцы, гуровцы, разведка Украины, спецслужбы, у них есть вербованные сети. Есть в Крыму, есть в России и так далее. Известно. Вербовать людей несложно. Люди живут в этих странах постсоветских бедно. За денежку готовы делать те или иные вещи. То есть завербованы. Их перехват от ФСБ вербует двойной агент. То есть как бы он украинец действительно, или работал на украинцев. Но сейчас его завербовали ФСБ. Причем тут тоже есть разные уровни вербовки, как это делается. И говорят, вот здесь делают какой-то теракт. Он думает, что он это делает по приказам, на самом деле, вообще украинских кураторов. Ну, например, то есть это просто пример. Такое, например, на Востоке очень много происходило было. Происходил какой-то взрыв. За этим взрывом не стояла Украина. Ни ГУР, ни СБУ. Но взорвал реально человек, который когда-то вот был с этим причастен. Но взорвал, потому что с линточки дернули ФСБ. Вот такая вот как бы игра. Хорошо, вот эти вот возможные теракты, которые Россия устроит против своих же, они усилят поддержку, точнее, усилят ненависть россиян к украинцам? Или все-таки россияне, ну, более понимающие, их Кремль недооценивает? Да, еще раз, я не социолог, я не знаю, честно буду говорить. Там как с рукой писал «Глубинный народ». И не знаю. Мне кажется, сами российские элиты боятся своего народа. Они сами не понимают. Они потом мобилизацию не проводят. А какие-то ищут эти акульные пути, как-то где-то набрать людей. Они знают, единственное, что они знают в народе, что он живет бедно и готов терпеть. Вот это, мне кажется, две вещи, которые они понимают. И раз они знают, что раз готов терпеть, будем воевать, раз живет бедно, пообещаем 200 тысяч рублей и завербуем его в какой-нибудь третий армейский корпус. Все. А вот где черта кипения? Что реально он думает? Мне кажется, никто не знает. И в том числе и в Кремле. И Сурков не просто так писал об этом, как глубинный народ. Как раз противопоставляет глубинному государству, которое есть на Западе. Дип-стейт. В России не дип-стейт, потому что как раз стейт наоборот. Оно открыто все показывает. А здесь террор и все оголено. А есть дип-народ, people. Иди пойми, иди знай, что в глубинах этого народа варится, происходит. Если коротко, реально. То есть Кремлю плевать. Кремлю плевать, что будет с русскими. Не, ну ты такая, а когда российской элите было не плевать? Ну то есть, я тоже не люблю этот момент, потому что когда говорят, что Кремлю плевать, как будто вот, не знаю, номенклатуре Сталину было там не плевать. Царю было не плевать. ФСБшники не делают топорно, да? Не пришли, не подорвали, а потом просто там скинули на кого-то. А они делают все-таки более хитро, продуманно, ну работают профессионалы. Или есть и такой и такой момент? Спецслужбы обычно должны работать как профессионалы, ну просто ФСБшники, которые бывшие ККБшники, вот как мы видим, что они все-таки работают топорно. Вот. И довольно очень у них плоское мышление, на самом деле. Начинают Путина, ФСБшника, ККБшника, заканчивая все эти там отравления, и не только все эти вот, ну, путешествия уже шуток, мемов там, про всевозможных этих. То есть зашлют даже своего, он выберет любой дом где-нибудь в Подмосковье, чтобы это было погромче, да, и подорвет его. Да запросто. Нет, так если делаются такие какие-нибудь громкие дела, тут плевать абсолютно будет. То есть они там сожгли тысячи каких-нибудь своих граждан в Украине, какое им дело, что там еще сто граждан будут где-то убиты, зато какое дело, может быть, раскрутить. Ну, тут же тоже даже с убийством дочки Дуги, насколько вопросов, кто бы ее не убрал, не убил, в том числе, кстати, криминальная версия, что из-за денег ее убили, тоже полностью имеет право на жизнь. Как и, кстати, ликвидация, как и ФСБ. У нас просто так мало данных в этой ситуации, что нам срочно ставить пазл, чтобы чаша весов склонилась к одной из версий. А можно, Игорь, а можно пока вот очень интересная версия, не версия, а очень интересная мысль. Можно сказать, вот ФСБ, почему криминал, почему и там еще кто-то, почему? Вот буквально по предложению. Ну, ФСБ, много есть причин. Одна из понимает, что Россия придется рано или поздно капитулировать или свернуть операцию в Украине и пытаться заткнуть рот ястребиному крылу, потому что она представляла как раз всех этих имперцев и так далее. Она не самая там ведущая имперка, но начинает с какого-то маленького, чтобы показать и запугать. Хорошо, если это криминалитет. Не закривайте свои роты, то с вами тоже придут ФСБшники. Если это криминалитет. Нет, почему не это ФСБ? Почему криминалитет? Не-не-не, говорю, вот это как версия, да? Если версия, что это криминалитет. Да, вот есть версия, что криминалитет, банально, но где-нибудь долги там и так далее. Ну, за деньги уж убивают, известно. Вообще, часто, если убивают, то за деньги. Поэтому такую версию всегда быстро рассматривают тоже, ну, Например, должники, не обязательно, кстати, Дугину. Были должники, большие суммы, решили запугать Дугина. Убили ее, например. То есть главного этого кремлевского пропагандиста? Нет, я бы не сказал, что он главный кремлевский пропагандист. Ну, там известно, да, его там влияние, вот говорят. Я бы не сказал, что он прямо, вот он, вот прямо, ну, нет, многочестный, как говорится. Но, опять же, да, может быть просто банально криминал. Вот, может быть, там, агентура, возможности, знаю, там, проба пера. Ну, куча вещей. Но, опять же, нет данных, не хочется гадать. Плюс я не криминалист. Не, ну, смотрите, мы же, наше общение свободное. Мы же говорим не только о фактах, а говорим, анализируя, мы пытаемся какие-нибудь версии создать. А вот, смотрите, то, что меня еще больше всего удивило. На фотографиях машина горит, на видео машина горит. Тело Дугиной, лицо, видно, не обгоревшее. Это как? Ну, у нас есть в одном из публикаций СМИ, говорят, что она вся там обгорела. Потом другая, есть у нас фотографии, говорят, что у нас там разорвало вот такую нишнюю часть тела, верхнюю часть не разорвало. Плюс третий момент, это то, что сегодня вам могут действительно похороны службы за нормальные деньги, вам как из пазла собрать лицо, довезти там марафен и этот марафет, и макияж наложить и так далее. Смотрите, я видел. Может быть, нет, может быть, да. Я на самом деле, я еще раз говорю, так мало данных, то если, например, завтра-последавтра она вообще живая окажется, я не удивлюсь. Ну, опять же, я просто говорю к тому, что, учитывая Кремль, я ничему вообще не удивлюсь. Например, Израиль так и не поступил бы, ну, к примеру. Я знаю просто, как работают в Израиле спецслужбы. Израиль бы, ну, много чего делается, там, даже, я не знаю, Шабак, это израильская охранка, она пытает людей. Ну, про это есть куча всевозможных было публикаций, это официальная информация. Хотя, как бы, пытать нельзя, но в Израиле можно пытать официально, если речь идет о так называемой тикающей бомбе. Вот я знаю, что пытают людей, например. Вот. Но я знаю, что никогда, например, не инициируют, например, смерть какого-нибудь блогера, ребенка, чада, какого-нибудь деятеля, для того, чтобы, например, выявить каких-то террористов. Ну, потому что, ну, по куче, там, этичные тоже, евреи, да, юдаизм, этичные есть вопросы и так далее. Нельзя такие вещи делать. А в Кремлеве у них ничего святого нет. Это просто, как бы, ОПГ, который возглавляет ядерную державу. Поэтому я еще раз говорю, я не удивлюсь, если это деньги, не удивлюсь, если это ФСБ, не удивлюсь, если она вообще живая и завтра или послезавтра объявится. Если, может быть, такой момент, что Кремль прощупывает какие-то настроения вот этих всех радикалов, для того, чтобы понимать, как эти радикалы отреагируют на, вот, ну, на неудачную кампанию в Украине, когда это все скроется. Да, 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 в том числе. Вот, кстати, я лично к такой версии склоняюсь, на самом деле, больше. Вот, да. Смотрят, как отреагируют все эти условные крыло как раз истребиных имперцев, которые говорят, что нужно воевать до самого конца, вот, с Украиной и так далее. Да, вполне может тоже быть. Вот если смотреть на то, что происходит на фронте, достаточно ли техники Украины или... Нет, недостаточно. Недостаточно, да? Недостаточно. Вообще войне такого масштаба вам никогда недостаточно. Вот завтра дадут тысячу броневиков, нет, недостаточно. Дадут две тысячи, тоже недостаточно. Войне такого масштаба вам никогда всего, никогда недостаточно. Ни сухпайков, ни шлемов, ни земной одежды, ни палаток, ни горючего, ни танков, ни артиллерии, ни снарядов никогда недостаточно. Но все должно идти потоком, пока ВСРФ не будут разгромлены и не выкинуты с территории Украины. Войне такого масштаба. Маленькая операция локальная, да, вы можете посчитать. Вы хотите уничтожить там какие-то пару домиков, где сели террористы, вам надо столько отрядов спецназа, там 500 снарядов конкретно, два вылета самолетов и все. И вот здесь есть рамки этой операции, что вам нужно сделать. Вот есть план А, план Б, план С. А в войне такого масштаба нет. Такие войны это войны индустрии, то есть потоком поставляться должно потоком постоянно, много, очень много. Поэтому нет, недостаточно. Кстати, о зимней одежде. Армии обе готовы к зимней кампании или будет какое-то затишье? Насколько украинское, не знаю, это опять же вопрос генштабу. Но я знаю, что, кстати, сейчас помощь от испанцев включает в себя в том числе 200 тонн или 20 тонн. Я не хочу обманывать зрителей. Но включает в себя много тонн именно зимнего обмундирования. И там десятки тысяч комплектов зимней одежды для военных и не только для военных. Вот это очень хорошее. Мало, конечно, надо больше, но я думаю, не только что испанцы отправят, наверняка отправят и американцы США и так далее. Странно, что испанцы отправляют. У них есть зимний. Ну, видимо, у них было. Они понимают, что зимой не воевать и не будут. Ни завтра решили отправить. Я тоже удивился. Ну, просто, видимо, было на складах. Они думали, что положить в пакет для Украины. Вот у нас есть зимние комплекты формы. Мы, как говорится, говорим спасибо. Мы, как говорится, говорим спасибо. Откуда бы оно не пришло. Даже если из России придет, мы будем рады. А что российская армия? Это очень-очень важно. Да, российская армия. Известно, что вообще их форма, она очень плохо для зимы. Но она низкого качества, там и замерзают. Здесь когда были эти аномальные морозы в феврале, в начале марта, минус 20 под Харьковом. Они что-то все позамерзали, потом их находили тела, когда снег сошел. Как раз потому, что у них формы абсолютно нет. Могли ли они и могут ли они сейчас к заморозкам и к зиме наладить, чтобы снабрить свою группировку? Я не знаю их мощностей. Может, могут. Может, у них какие-то есть там ватники или какие-нибудь на куртке, которые они... Посмотрите, у нас ватников много. Ну, было. Мы можем их передать. Я про жуки. Да, да, да. Может быть, у них там много на складах, а их закинуто. Может быть, их нет. Поэтому непонятно, не хочется. А могут они достать какие-нибудь там 50-60 какого-то года, когда они делают с танками? Вот я про это и говорю. Ну, как раз, да, костюмы ватные. Это как бы сейчас уже в полном серьезе. Но ватные костюмы того времени, которые еще деды в них воевали во Втором мировой и так далее. Может быть, действительно, на складах есть. Они где-нибудь откроют эти старые склады пыльные и подостряют эту всю форму. Оно как бы неказистое, но зато солдаты у них не помрут и так далее от холода. Поэтому, в любом случае, я думаю, все-таки они к зиме будут стараться готовиться и как-то все-таки снабдить свою группировку оккупантов на территории Украины. Ну, вот теперь они прочувствуют, как это деды воевали, как они кричали, там, грудь себя били. А у армии Российской Федерации еще остались элитные, хорошие, подготовленные войска? Или они все где-то сейчас под Киевом остались? Нет, остались под Киевом. Нет, что-то у них-то и есть, конечно же, но в целом как раз покрошили. Ну, у них ВДВ, это было основное их, да, их очень сильно покрошили под Киевом. Они не от хорошей жизни используются сейчас вагнеровцев. Ну, вагнеровцы-то наемники, но в целом, да, мотивированные и боеспособные. То есть, не нужно уменьшать их боеспособность, возможности. Плюс их не жалеют, так как они нигде не записаны, никто их оплакивать не будет. Их используют просто максимально, там кидают на самое острое. Вот. А именно из формальных, регулярных войск, это было ВДВ, которые полностью перевели на контракт. Там была подготовка высокая относительно для российской армии, со всеми ее реформами и так далее. Выше, чем у просто обычного бойца из каких-нибудь там, ну, тем более срочника. Но они, да, их очень-очень жестко вот покрошили под Киевом. Они уходили потрепанные. И очень многие потом отказались возвращаться. Просто когда их вывели, там многие ушли. Ну, у них там войны нет, как бы за эти действия, которые они наказывают. Они же поэтому боятся сейчас свои все войска выводить из Украины, там, для ротации, для чего-то, потому что понимают, что люди разбегутся. Вот, поэтому их держат до максимального там посинения. А там же Путин подписал какую-то бумажку о том, что... Увеличение. Увеличение, да. Что это говорит? Это просто... Это просто увеличение вооруженных сил. То есть это... Во-первых, это только весной заработает следующего года, не сейчас. Вот смотрите, ответьте мне на простой вопрос. Это мобилизация или нет? Нет, нет, это не мобилизация. Ну, тогда назовите мне вот три причины, которые в корне могут переломить войну прямо сейчас. Вот в этот момент. Вот мы сидим с вами разговариваем. Прямо сейчас. Ну, что такое сейчас? Завтра или сейчас это несколько месяцев? Сейчас это вот ближайшие дни. Нет, ничего. Ничего. Тогда несколько месяцев, видите, как мы быстро отвечаем. Несколько месяцев. Нужно очень много техники для ВСУ. Очень много техники. Второе. Бронированные боевые машины, броневики, танки, артиллерия, снаряды. Ну, все. Это все? То есть нужно оружие? Люди есть. Есть авиация, есть всевозможные сложные системы, там ракеты Харм или Джимил РС, ракеты есть. Нужные танки, броневики, обычная артиллерия, даже старая артиллерия 50-х годов и снаряды к ней. Все? Ну, вот я видел то, что там подписал Байден, то, что Шольц лазил там недавно по бронемашине какой-то. Я думаю, что после всего этого какая-то техника, что и станет не какая-то, а нужная нам техника, что она здесь появится. Ну, а теперь давайте перейдем на второй блиц. Это вопросы от наших зрителей, на которых отвечаем коротко да, нет и почему так считаете. Хорошо? Ядерные государства на ядерный теракт от России в любой ядерный теракт ответят ядерным оружием? Ну, тут такой вопрос на самом деле. Я бы сказал его другому, они не допустят ядерного теракта. Не допустят, да? Если будет какой-то теракт на Запорожской атомной электростанции, чем ответит мир? Ну, о забоченности, как всегда. О забоченности? Ну, конечно. Мне кажется, они уже поняли, что озабоченные, ну, это такое себе. Ну, поняли, но просто не только, что Украина волнует мир. Сейчас вот американцы передали 150 хаммеров Ливану, могли же Украине передать, но передали Ливану, потому что есть еще участки. Вообще-то Китай их больше пугает, чем Россия и Украина в ситуации. Но если бомбанет второй Чернобыль и вторая Фукусима, это же нехорошо, как минимум, для нескольких государств, не только для Украины. Ну, нехорошо, да. Но вот Фукусима же бомбанул и как-то в мир живет. Я понял вас. А что будет с Россией, если вдруг в один момент исчезнет Путин и его банда? Вот такой вопрос из области фантастики, но вопрос отношения. Там большая банда. Банда-то тысячи людей. Если, например, она вся исчезает, это нереально просто. Это фантастика. Поэтому нет смысла на это отвечать даже. Ну, а если вдруг исчезнет? Вот раз и исчезла. Не, ну так не может быть. Ну, не знаю, фея прилетела на волшебном вертолете. То есть, в том-то и дело, что фея не прилетит. Если говорить более реалистично, что Путина ликвидировали, убили, понятно, что это сделало какое-то его близкое окружение. Вот это все-таки, сейчас берешь на клик и клан. Война может быть приостановлена с Украины, но она будет в каком-то там обозримом будущем через 10 или 50 лет, но она будет снова. То есть, нужна только победа, да? Конечно. Мы же воюем не с Путиным, мы же воюем с Россией. В Крыму закончился пляжный сезон для россиян, спрашивает зритель. Наверное, житель Крыма. Наверное, житель Крыма. Для кого-то закончился, они же поехали. А кто-то, видимо, испытывает судьбу дальше, что ему на голову прилетят какие-нибудь снаряды от вторичной детонации, от очередного склада ликвидированного. Вы бы советовали россиянам вернуться в Россию? Конечно. Особенно те, кто... Кстати, более чем не посоветовали, у моей подруги есть мать, которая в Крыму живет, и она ждет, ждет деоккупации Крыма. Вот она прежнему на стороне Украины, естественно, как и очень многие в Крыму. Она сейчас уехала из Крыма, так как Украина воздействует на Крым. Там происходят разные интересные события постоянно. Очень правильное мудрость дело. Советую всем, даже те, кто как раз и ждут возвращения Украины, тоже оттуда постараться уехать куда-то, хоть в Турцию, неизвестно. Чтобы просто вам на голову не прилетели какие-нибудь вот там снаряды от вторичной детонации, когда Украина демилитаризует аэродромы и склады, как у Джанкой было. И последний вопрос. А вы бы поехали в Крым отдыхать после его освобождения? Или обстановка там будет недружелюбная? Почему нет? Я в Крыму был до 2014 года. Вот. В Кирчи, кстати, был и не только. Почему нет? Не вижу ни одной причины. Ну, надеюсь, что уже в 2023 году мы поедем все отдыхать в Крым и что Крым перетворится по-русски, превратится из военной базы в нормальную туристическую единицу. Да, как вот Хорватия, та же, да, практически по... Каким он и был до этого? Ну, он был, то что я вам скажу, таким, не очень туристическим, потому что хромало, мягко говоря, сфера обслуживания. Он и не был авианосцем посреди Черного моря. Ну, да, 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 тут правда. И поэтому очень бы хотел отдохнуть в Крыму с хорошим сервисом и с влиянием, вливанием туда денег именно в туристический бизнес. Желаю вам этого, себе желаю, желаю этого россиянам и украинцам, конечно же. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам.